Слупшины. 14 листопада 1920 года. Слупск. Первый Белорусский съезд Слупшины. С кликаной в личке 107 делегатов витает Раду Белорусской Народной Республики и свечит, что все свои силы отдаст надбудову своей Батьковщины. Слупшины. Съезд категорично протестует против оккупации родных земель чужатскими наездами и против самозваной советской власти, как Рад Кнорена и другие, которые повторялись на Белоруссии. Батьковщина наша завинована чужинцами, которые нищат ее и дагетуют. И мы, отдаваясь в праве отбудования нашей Батьковщины, все наши силы и житца, обратимся к всему миру и союзу народу об помощи в создании нашей воинской силы. Широ витаем нашу сестру Польшу. Принятие ухвалы было покрыто вокликами. Нехай живе вольная, незалежная, демократичная Белорусская Народная Республика у етнографичных границах. Нехай живе белорусская армия. Нехай живе белорусский народ. Нехай живе браттерство усих славянских народов. Нехай живе белорусский устанойши союн. Протест белорусской рады случаны до ураду Советской России. Неранее за 14 листопада 1920 года. Белорусская рада случана. Учаснице светной войны, яка сбурыла одны могутные державы и вызволила инши, обудилась Беларусь до державного життя. После 350-ти годов неболе узнал на весь свет чутен голос белорусского народу об ты, что он живе и жить будя. Великое национальное собрание. Уси белорусский конгресс. 5-й, 17-й снежник 1917 года. Дбаюча в лесу Беларуси установил на ей землях республиканский лад и обвесцю незалежность и неподдельность Беларуской народной республики. Стоячи на этом грунте, з'яздь селинских представников Случаны, улику стасявит особу выбрал Беларуську раду Случаны, якой заручил часова усю цивильную уладу у Павеца. Беларуська рада Случаны поведомлена об наверах советских войсков, яке поясня выясця в польских отделах хочут занять Случск и Павец, зневажающих этим волю народу. Энергично протестуя против агрессивных на меру советского рада с кнорином начале, лечучи, что гэта акция Совета спрэчна таксама с постановами мировой конференции. Одночасно Беларуська рада Случаны звертаецца до многократы усягу свету с гарачим протестам проти гвалтонных заборам и подзелу незалежной и неподзельной Беларуськой народной республики. Беларуська рада Случаны свою уладу передаст только у раду, створному усибеларуским конкурсам 1917 года. У месяца листопаде 1920 году подписали старшиня Беларуська рада Случаны Прокулевич, члены рады Жавыд, Русак, Сосновский, Радюк. АПЛОДИСМЕНТЫ И эти заявы были не только словами. Случаки активно дейничали, как захищать свой дом, баранить свою сторонку, свои семьи от навалы с любого бога. Так у властях повета были створены и обраны местовыми селянами беларуськие национальные комитеты, как органы народной улады. Парадок поддерживала народная милиция, как самая Жихаро, местечек и волости. Исновал резерв народной милиции с доброохотниками. Администрацию слудскую и господарскую деятельность означали местовые беларуськие деятели. За некольки дзен, за местой, то в волосях и солото-солдовсках были демократично обраны беларуськие национальные комитеты и органы местового Рада. Пляны Польши и Советской России, замоцеванные урожеским пахотнений, были ничекально порушены вырешением Слудской Рады оборонять родные земли от наступства Советской Армии. При подтримке селянства и горожан Слудская Рада за три дни сформовала с доброохотников 1-ю слудскую бригаду стрельцов войсков Беларусской Нарольной Республики. Про поддеи, які разгортывалися у супростояния Слудшаков и Советской Армии, заховалися добрые звездки, які зараз не зачитали Сергея Костякова. Хроника слудских поддеев по водле газеты «Беларусское слово». Листопад Снежин, 1920 год. На обшарах Мельшины почалась новая страница в истории Беларуси. Из родных края доходят до нас больше не ж певные вестки, что людность, оборонная против влады большевиков за ее бесконечными переквизициями, грабежствами, изничуванным террором, постоя против панования московцев и коммунистов. Сурово различующиеся с ними за весь дек и горы, принесенные ими в край. Это постание против дикой навалы прямая штораз большая размеры. Початок усягу этого относится до того часу, як большевики летом этого года урвалися на меньшину. Грабежствы, які они проводили у вёсках, сразу же ставили беларуских селян против голодной большевицкой орды. У вёсках стала организовываться оборонная дружина. Весковая молодь оруженная вартовала вёску от несподеванных наездников и уночей. По сигналу вартовых сбегалися селяне и, як могли, оборонялися огнепрошенными гостей. С малыми большевицкими отрадами селяне справлялись досыць лёгко, и немало большевиков вложило голову в глухих вёсках. Правда, шмак вёсок загинуло котым от огню, але боротьба против приблуду зусходу не спынялась. Не глядяши навод на то, что большевики покеровали на бунтующиеся вёски, карающие отраду. Коплящей забрать у своей руки белорусскую молодь вёсок, большевики обвестили мобилизацию и сами зараз же стали расписывать, что мобилизация и деть надо помыслно. Утекающие сперша от мобилизации в червоную армию и куртующиеся от обороны с початка только в своей вёски, опотом у волости, поустанцы у дальнейших сбирают больше мощное ядро и одним местом рассыпают дробные отрады по всему повете и устанавливающие помеж ними и собой тесную глушность. Наибольший сорганизованным выявился Беслудский повет, где центральное ядро белорусских постанцев мая до 4 тысяч доброго вооруженных людей. Этот отрад худкой и стала набывая формы регулярного войска. Организация проведена дуже разумно, и это выгодно вознащается в боевой чинности отрады. Этот отрад розница от других ясшает тем, что Польша ширейшее задание поставил ён перед собой. Дякуючи тому, что у своих родов гэта группа мая и больш свядомы белорусско-национальный элемент. Слудский повет у гэтом иронии значно выделялся, злипу інших повету на меньшине. Слудская группа почала свою противобольшевицкую акцию под девизом «Домагание белорусских политичных и национальных идеалов незалежности Беларуси». Отриманные нами с пылных крынец въездки стверждают, что обвешанная на слушание в опошний час представниками белорусского народного урада мобилизация долозначны скутки. Людность призывных годов целыми громадами охотно пошла на сборные пункты. Формование новых войсковых отделов отбывается шибко, керуюсь гэтым люди маючи сами уже значный войсковый стаж. Партызанские белорусские отрады, раскинутые Амани по усёй слушании, стала оборонять свою центральную группу, даючи гэтым ёю макчымась провести пляновую организацию и устали слушность и подпартковать себе партызанские отрады у других поветов. Змагание за свой кут, за свою хату, за добробыт и свой властный житцёвый парадок на белорусской земли отбывается. Братьба с московским наездцем и деть, кроусь, но в белорусской земле льется. Народ полстает, и он паднялся до новойшейшего акту обороны вольности своей земли, до самах вяров. Это не великший момент у житикожного народа, это и старышный момент. Макчыма, что в боротьбе за громадными большевицкими силами белорусским паустанцам не удастся наразе здесь не свои идеалы, выгнать большевиков за этнографичные белорусские медли. Але самый факт оружной боротьбы с ворогом доказывает, что гэта народ уже дорос до своего незалежного державного життя. Дякую. АПЛОДИСМЕНТЫ Как Сергей уже сказал, первые бои с большевиками были успеховыми для случан, и советские войски были выбиты из многих пёсок и настоящих случаями и мерчаных. И навык были отцеплены далей на исход. Конечно, Советская Россия не чекала такого варианта, тем больше такого узды, потому что совсем недавно, еще в конце прошлого стола, было задушено ише белорусское повстание, которое так само было таким серьезным белорусским уздымом. И мы не чекали, что так худко можно окрыть земля, на якое померло так шмат белорусов, змагоров и тих, кто, саправды, были национально сведомы. А веш, планы худко менялись у всех. И наша перемога не як не поведала клянам советско-польского погоднения, яку емкнулась и замоцевать империалистичные интересы соседям и новый передел белорусских землях. Кап добиться выканания гэтага погоднения надалей, польские и советские войски супрасонничали в зводе. Советские войски наступали на пустанские отрады, а польские войски давали дозвол на выход советских войсков в нейтральную зонцию и навык на территорию Польши для переследов повстанцев. Тяжкое сопростояние было на протягу с его Снежня. Участники, якраз таки, проходили слудские сбройничины. Аступающий назад отрады Случшины принял выращение перести своим войсковым отделом Ракулань по районе разрешения 41-го польского полка. 29-го Снежня слудская бригада стрельцов БНР перейшла Ракулань и была обезброяна и интернована польскими войсковыми уладами. Со складу бригады один батальон, только приблизно 400 человек, начали со своими офицерами, застался в нейтральной зоне для протягу военных деяньев партизанского характера. В основном это были прахильники генерала Булат Балаковича. Они пошли на сход, в том лику улицы на Копышчине измогались еще долгий час. Командование Червоной армии отзначало, что белорусские партизаны не покоили советские войсковые одинки по слудским повете у студии 21-го года, когда еще велись и кончатковые переговоры обнированы между Советской Россией и Польшей. У 25-го века 21-го года было подписано кончатковое погоднение в поиске Российской войсковой комиссии, якою ликвидовало нейтральную зону. Войски 16-й армии просунулись до линейной жизни. Таким чином военные деяния на территории Копышской и соседних властей были скончены. На территории Высокослужского повета усталевалась советская улада. Но что это означает для нас сегодня? Как быть сам выглядит, что повстание было не таким уж поспеховым? Что ждет наш от полтых великих взмогоровых, которые отдали свои жители, навык ведающие, что они не будут иметь успеху в этой битве, что великий перевес на боку других, на боку воровых, они все равно шли на берет и взмогались за свою землю? Что ждет тех, кто заплющит свои очи, забудет про эту историю и смолчит про учинки своих героев? На жаль, в этой сторонке нашей истории еще не осветлена до конца. Еще мало пришло время с того момента, когда все отбилось, но я уверена, что пройдет час и на Беларуси будет святым героем, у День Служского Збройного Чына, и мы будем все разом святковать его. Но все, чтобы вы вспомнить этих повстанцев, и как в каких условиях они оказались после того, как повстанец был разбито, мы хотели вам показать урывок из фильма на черных лядах, где хорошо демонстрируется относительно повстанцев, самих беларусов и как скалы с их жизни. элемент. Уже с наших случаям польская улада отдала большевикам шесть особ. Бугаревича, Прокоповича, Сярогу, Бандарека, Василевича и Домановича. Мы к этим заявищам вельно устревожены и звертаемся до беларуских директоров с просьбой похлопотиться от нас перед польской уладой. Браты беларусы, зверните на нас увагу. Мы не только поднялись против большевистских комиссаров, как захватить свою скору, а мы показали приклад всем беларусам, что только взявшись за стрельбу, можно смагаться с московско-большевицкой уладой. Мы не пойдем ни на какие уступки, кто б нам что не докляровал. Мы сами добро ведаем, что только огульными силами своих братов можем добыть сбавение от чужатского гнету. Хоть мы теперь и с порожными руками, но глубоко верим, что в худшем часе прыгнет такая година, что мы, как и ранее мы стремим стройными родами, вызволять своих братов и батьков, и звертающих уваги, что может быть у нас на 100 человек два карабина. С поважением, Иван Васалыга, Семенович, Ухта, Шилович. Мы хотели бы сходить в эту часть нашей программы на начинные вопросы. Каждый из нас решает, кто герой, кто не, что нужно память, чем гонориться. Я думаю, материалы, которые вы сегодня видели, достатковые, как сделать добрую основу, и еще слова не потребны, как думать или сказать, что есть и кому-то. Достатково почувствовать слова людей, которые воевали за вашу землю, и которые оплошным своим словом простые селянские мужики писали в газету, как хоть кто из близких, родных, просто белокусов почувствовал их крик. Дякую.